На комбинате Наталья Никипелова бывала много раз, еще до своего назначения на высокую должность. С коллективом и производством СХК она знакома хорошо. А вот с общественностью Северска, депутатами, ветеранами, представителями предприятий, науки и бизнеса откровенный разговор состоялся впервые. Кстати, по ее инициативе. В городах присутствия Росатома, в городах присутствия ТВЭЛ, так исторически сложилось, что взаимодействие более тесное, чем на любых других территориях. И очень бы хотелось вот этого понимания и сохранения взаимодействия. Наболевшая тема – открытие в Северской территории, опережающего социально-экономическое развитие. Сегодня правовая коллизия, затормозившая процесс на два года, практически разрешена. Наталья Никипелова подтвердила готовность повлиять со своей стороны на подписание всех необходимых документов. Но отметила, что привлекать новых резидентов и заниматься проработкой существующих проектов нужно уже сейчас. Очень бы хотелось, чтобы этих проектов было не 16, вот как у нас сейчас в списке, а так вот желательно в два раза больше, потому что, ну вы знаете, что такое предпринимательские риски. Еще раз, пожалуйста, посмотрите вот на это. Все литомские предприниматели об этом знают. Важной частью визита стала работа оперативного штаба по прорыву. На ТВЭЛ возложена сегодня основная доля ответственности по управлению проектом. На уровне отрасли принято решение о том, что на площадку ОДЭК заходит другой подрядчик, имеющий больший опыт во возведении ядерных объектов. Он берет на себя все обязательства по долгам компании «Явострой». Массу вопросов вызвала смена формата финансирования капитального строительства модулей ОДЭК. Глава топливной компании считает сомнения безосновательными. В планах ничего не меняется. Модуль фабрикации должен быть запущен в 2020 году, а реактор построен к 2025. Товарищи дорогие, страна и отрасли, страна уже 13 миллиардов вложила. Неужели вы думаете, что вот так вот можно просто поставить крестик и остановить стройку? 13 миллиардов! Только здесь. Только здесь. Только вот на этой площадке вложено в строительство ОДЭКа. Ну, слушайте, такие вещи, они не останавливаемые уже. Ну, то есть вот здесь вот точка невозврата, она прошла. В рамках этого проекта на СХК будет создано около тысячи рабочих мест. Новая технологическая платформа с замкнутым топливным циклом может сделать Северск одним из центров ядерной индустрии планеты. Только предельно высокие ставки помогают успешно конкурировать на мировых рынках. Вестингаус, который всю жизнь был для нас там бенчмарком, ну, на заводы, которых мы равнялись, сейчас находится в состоянии банкротства. Он распродается по кускам. А рева находится в состоянии глубочайшей реструктуризации. Наши конкуренты не выдержали конкуренции с нами. И если бы мы с вами не сконцентрировали с трех заводов на один завод эту же самую конверсию, мы бы никогда в жизни не смогли добиться той себестоимости. Не буду говорить вам цифру, но она в два с половиной раза ниже себестоимость всех наших конкурентов. СХК теперь единственное предприятие топливного дивизиона, где сконцентрирована вся конверсия. Так на языке атомщиков называют технологию превращения уран, содержащего сырья, в полуфабрикат для создания топлива. И это будет давать комбинату 4-5 миллиардов ежегодно. На встрече с трудовым коллективом Наталья Никипелова рассказала, что топливная компания обеспечивает сегодня 67% зарубежной выручки всего Росатома. И назвала три кита такой эффективности – качество, себестоимость и создание новых видов топлива, в том числе на СХК. Среди приоритетов – неядерный бизнес. На комбинате планируется развивать производство вторсодержащих продуктов, электролитов, пигментного диоксида титана и стабильных изотопов. Мощности завода разделения изотопов – еще одна острая для комбината тема – будут загружены на 100% до 2022 года. Это предусмотрено бизнес-планом пятилетнего развития СХК, который недавно одобрен и утвержден бюджетной комиссией ТВЭЛ. А перевод «Центрифуг ЗРАИ» на завод в Зеленогорске глава топливной компании пояснила так. Тот эксперимент, который мы здесь проводили, он был нужен нам для того, чтобы понять, в принципе, возможно смещение центрифужных мощностей или в принципе такое невозможно. Мы выяснили в ходе эксперимента, что в принципе такое возможно. Точка. Диалог с президентом ТВЭЛ получился содержательным на понимание, как сказала сама Наталья Владимировна, и пообещала сделать встречи в таком формате регулярными.